Проведение вакцинации в настоящее время развернуто три пункта, которые расположены под лесам Самольская 29, Комарова 126 и Степная 10А. Это пункты, развернутые в наших поликлинических подразделениях. Соответственно, в поликлиническом отделении номер 1, как мы привыкли это называть, поликлиник номер 6, поликлиническое отделение номер 3, это бывшая поликлиника номер 1, и поликлиническое отделение номер 4 на Степной 10А, это поликлиника номер 2. Так как у нас произошла реорганизация, у нас произошло переименование наших подразделений. В настоящее время в трех развернутых пунктах проведено и привито 1600 человек вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК. Это привито первым компонентом. Полностью первым и вторым компонентом на сегодняшний день привито 364 человека. Как опять же мы все знаем, прививка делается в два этапа. Первый компонент вводится непосредственно после осмотра и второй компонент вводится через 21 день после введения первого компонента. Вот полностью уже на сегодняшний день, как я сказал, 360 человек прошли полный курс вакцинации. Осложнений после проведенной вакцинации не зарегистрировано. Возможно у небольшого процента вакцинированных небольшая реакция в виде местной локальной болезненности в области предплечья в месте введения вакцины. Или кратковременный подъем температуры. Но, как правило, он больше суток не держится. И чувство недомогания. То есть те симптомы, которые характерны для простудного заболевания, как мы знаем, вакцина гамм-ковид-вак в качестве вектора транспортера, на который, так сказать, прицеплен маркер коронавирусной инфекции, используется аденовирус. Поэтому, в принципе, вот эти симптомы, характерные для введения аденовируса, они у небольшого процента населения могут наблюдаться. Для увеличения охвата населения вакцинацией открыто дополнительно к тем трем пунктам, которые действуют у нас с первого дня, еще 11. И таким образом, количество пунктов вакцинации доведено до 14. 7 из них располагаются в городе и 7 пунктов располагаются в селах. В городе пункты вакцинации располагаются. Вот три, которые, как я обозначил, уже действующие, плюс к ним располагаются улица Шевченко-1, улица Заречная-10 и улица 50 лет ВЛКСМ-28. Это места, где располагаются отделения общей врачебной практики, которые входят в состав Балаковской районной поликлиники. И плюс еще терапевтическое отделение на улице Коммунистической, 127. Вот такая децентрализованная система, она, так сказать, сделана нами для того, чтобы максимально облегчить доступ пациентам до этих пунктов, чтобы в шаговой доступности все это дело было. Кроме того, 7 пунктов вакцинации развернуты в Балаковском муниципальном районе. Это в селах Еланка, Новый Елюзань, Сухой Отрог, поселок Новониколаевский, село Наталино, село Новополиводино и село Красный Яр. Вот из этого перечня видно, что эти пункты вакцинации расположены или в наиболее крупных селах, таких как Наталино и Красный Яр, и в селах, которые являются, как мы называем, опорными точками. То есть в тех селах, по кустовому принципу, в которые можно подвести население из ближайших населенных пунктов, высокоэффективного препарата, который бы непосредственно воздействовал на возбудителя коронавирусной инфекции, нет. Поэтому у нас выход один – вакцинироваться, нарабатывать иммунитет и тем самым предотвращать развитие эпидемиологического процесса.